Проливной дождь и сильный ветер не смогли помешать встрече команды Украинской морской партии Сергея Кивалова с одесситами. Горожане, проживающие по адресу переулок Светлый, 14, разочарованы в действующей власти, но все еще верят в то, что у города есть шанс изменить все к лучшему. Депутат горсовета от Украинской морской партии Андрей Неугодников выслушал все просьбы и жалобы жильцов. Как выяснилось обещанное еще два года назад, детская площадка так и не появилась во дворе по названному адресу, а о благоустройстве территории в переулке Светлом власть и вовсе забыла. Мы очень не один раз просили, ну вот сейчас якобы у нас может быть что-то получится. Депутат Неугодников уделяет нам, старается много внимания уделить. И так как в нашем подъезде живут только одни пенсионеры, пожилые уже, так что по-моему заводские ребят, женщины и рабочие, работающие на заводе, они заслуживают в старости, чтобы какие-то условия были для них созданы. Моя задача была основная, чтобы выделили деньги, чтобы они прошли все круги в горсовете, и я вам скину эту ситуацию. Оно уже все прошло из-за коронавируса, оно затянулось до этого месяца. А до коронавируса тоже у нас сорвался. Но должно было в марте быть. Помимо детской площадки и устройства во дворе зоны для отдыха, местные просят оградить территорию от посторонних и организовать парковочные места. На картинках они красиво все сделали, утвердили, все экспертизы прошли. Остался вопрос за контролем выполненных работ. Даже такая погода, дождь, не помешали встрече. Обсудили массу вопросов и, конечно же, нашли позитивные результаты в сегодняшней встрече. Я хочу сказать, что дому Светлый 14, ему 40 лет. Придомовую территорию ни разу не делали, не ремонтировали. И я за счет средств депутатского фонда удалось определить денежную сумму в размере 1 миллион 100 тысяч гривен на благоустройство этого двора и установки детской площадки. В скором времени на месте старых скамейк и разбитого асфальта появится пространство для отдыха и современная детская площадка. Работы по обустройству, которые уже начались.